Первая, последняя попытка моя заниматься целительством. Энергию девать некуда. Я на улице встречаю знакомую. Тогда ей было лет шестьдесят, а мне было лет сорок. Энергия у меня кипела. Как уже на пенсии. На заводе вместо работы. Дали меня. Да вот, здоровья нет. Я говорю, что там, да вот спина. Я взял и ляпнул. Давайте я попробую. Я был уверен, что у меня буквально вдруг сочилась энергия. Как я себе энергию накручивал. Я тогда не знал о тибетской практике. Как я накручивал. Я закрывал глаза и представлял, что я вешу над пропастью. И кончиками пальцев держусь с последних сил. Вот. И когда мне это реально удавалось, я видел там далеко внизу такой серебристый сверху маленький такой ручеек, казавшийся. Подо мной километровая пропасть. Я вешу, держусь. И когда я входил вот в это состояние, что я как бы поверил, что я вешу, мне вся энергия переходила в кончики пальцев, которыми я якобы держался за скалу. Вот. И вот я в таком состоянии взялся лечить эту даму. Вот. Значит, приходит она ко мне домой. Я не любитель ходить. Вот. Не раздевая ее, прямо как была в платье, я положил лицо вниз. Вот. И рамками я тогда не владел, маятником не владел, просто начал перебирать ее позвонки. Вот тут вот болит, тут не болит, тут болит, тут не болит. Вот. Все позвонки помял, прикинул, представил. Вот. Аккуратненько где-то их раздвинул. Ну, образно раздвинул. Пальцы совал между позвонками. Вот. Все делал на интуиции. Никто меня никогда не учил. И никогда не видел ни одного массажиста. И никогда мне никто даже массаж не делал. И вот я когда закончил, то есть все прощупал позвонки, потом растерли спину и сказал, все, первый сейчас закончен, звоните. Ушла дама, неделю тишины, потом звонит и говорит, Валерий Константинович, я чуть не умерла. Я схватился за сердце. Ну, как так? Господи, что же я натворил? Да вы же простите меня. А она говорит. А, она продолжает. Температура 40, держалась долго. Спина горела огнем, как будто ее это, жгли специально. Вот. Утюгом. Горела, горела, горела она. И, а теперь держите за стулья. Она говорит, Валерий Константинович, замечательно. Я иду к вам. Но я уже решил так. Да, и играюсь. Отказался ее лечить дальше. Хотя, потом шли звонки, звонки. То есть, я уже понял, она уже зависима. Вот. Хотя обидно, обидно меня, наверное, сохранило на всю жизнь. Я больше ее не встречал. Обходил стороной. Вот. А у меня вся моя жизнь, это цепочка, 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 непрерывная цепочка каких-то событий. Потом, значит, я почти одновременно... Два события. Первое, я просто прочитал статью о двух самых на тот момент раскрученных целителях в России. Фамилии назвать не буду. Вот. Ну, по крайней мере, одни из самых раскрученных в России. И с иронией автора статьи говорит, ну, вот они целятся. Лечат люди, ага. У одного и второго же жены умирают от рака. Вот. Потом я узнал, что у Джона умер сын. Потом еще пару таких же случаев. То есть я понял, что целители, даже если помогают людям, то расплачиваются здоровьем своих близких. Я сказал себе, больше никого лечить не буду. Вот. Ну, если я вас буду учить, кстати, вот сразу и делаю отступление. Например, я буду учить, как поднимать биополе с помощью вращательных упражнений. Но не будем же мы считать, что я вас лечу, да? И меня Бог не накажет за эту учебу. И вот один пример. Так. Вот такой получился. Вот. И тут мне попадается книга. Да, почему я не умер от избытка энергии, отказавшийся тщить людей. Многих это и спасается, эстасенсы. Или они лечат, или они болеют. Вот. Кстати, попробуйте отлечить целителя, который берет и лечит, передавая ему свою энергию. А другого, который говорит, я целитель, высасывает из вас всю энергию. Всю. И вот тут мы вернемся к проблеме биополя. Биополе индивидуально. Оно имеет защиту. Но. А как защиту имеет? Защиту почти во всяком случае жизни. А вот я отдельный случай жизни. Риск огромный. Произошло еще два случая в моей жизни. Один из них такой. Я поехал на похороны дальней родственницы. Я не мог переступить пределы кладбища. Хотя я был в числе родственника. Должен был стоять возле гроба. Невидимая сила меня остановила. Остановила и не пускала туда. Не пускала, не пускала. Вот. Действительно сила. Я не знал, как себя вести. Мне было стыдно, страшно. Я не мог переступить границы кладбища. Стыдно. Они там хоронят. А я родственник, ну пусть не близкий родственник, племянница мачеха. Но все-таки стыдно. Не смог. А потом оказалось, мне мачеха сказала, что... Взяла его так, ляпнула, говорит. А вы знаете, мы ее похоронили живой. Как живой? Она была теплая. Я жутко встала. Думаю, не поэтому ли. А дальше вот такое продолжение. Приезжают ко мне в гости очень близкие друзья. Муж с женой по Норильску. Которые здесь же живут. Не далее, чем в 50 километрах отсюда, где мы с вами. Вот. Они похоронили сына. Вот. Ну, похоронили не вчера, не позавчера. Мне не сообщили, я не участвовал в похоронах. Но прошло какое-то время, может быть, дней 10 после похорон. Не знаю точно, не помню. Может, две недели. Вот. У меня вот рядом жена, рядом приемный сын. Слава. Так, настрой была дома. Они приехали вдвоем, убитые горем, еще в трауре. Вот. Просто отвлечься. Просто отвлечься от этой муки. Душевные. Ну, посидели за столом. Вот. Это было днем. У нас не принято днем пить. Никогда я днем не пил. Вот. И вдруг она говорит, а давайте поменем моего сыночка. Она сидела, молчала. Вот. Ну, достал я бутылку водки. Выпили мы с ними, помянули. Они уехали, а мы заболели. Я терпел, у меня полное бессилие, но мне надо было работать. Я держался из последних сил. Этот дикий кошмар продолжался месяц. Но самое страшное случилось, который сидел, недалеко от нас был, со Славиком. А ему было тогда лет 12. Вот. Он заболел так, что его пришлось положить в больницу. Вот он лежит неделю, вторую, третью, четвертую, а диагноза нет. Нету. То есть, никто, врачи ничего не знают. Он лежит, а от чего лечить не знают. Полное, стопроцентное бессилие. Просто бессилие. Вот это. Лежит и рук ног поднять не может. У меня было в легкой степени. Вот. Но даже у меня это касалось. Каким-то чудом, пусть это было не нарушено, энергия была с нас забрана. Это 100%. Просто так больницу не кладут, сами знаете. Вот. И на моем заводе нашлась женщина-целительница, обыкновенная коронавщица. Она пришла к нам. А! Выписали из больницы ребенка через где-то дней 35. Больше месяца он лежал. Выписали. Так ничего и не сказал. И он дома такой же дохлый. Ну, может, чуть все-таки шевелился, ходил, но настоящего извлечения не наступило. Вот. И вот эта Катя пришла к нам, взялась его лечить. Она его померила рамками. Она его обжигала свечкой, шептала. Снова мерила рамками. Через 2-3 дня он был как огурчик. Вот. А я наблюдательный человек. А еще один случай. Вот только сейчас вспомнил. Вы поймите, я же вас подвожу к очень важным этим делам. Мы же будем на практике все это проходить. То, о чем я говорю. Я не спускал с нее глаз. Мне было все интересно. Она сказала... А, еще, когда Славик-то болел, еще тогда никаких этих экстрасенсов не маячили, ни Кашпировские, ни Чумаки еще в помине не было. Вот. Для меня это была такая диковинка. И, наконец, я познакомился с феноменальной бабушкой. И тогда я понял еще, кстати сказать, потом вывод сделал, что физическое здоровье от биополя, от здоровья энергетического не зависит. Это разные вещи. Бабушка Божия, одуванчик. И у нее было страшное горе. Заметьте, тенденция. У нее тоже умер сын. Но она была целительницей. И продолжала целить. Вот здесь, в Красном Хуторе, живет одна семья. Надя с Виктором. Вот. А я ездить начал на девятки когда. Это было давно. Лет 25 назад. Редкость повеличайшая. А в деревне вообще ни у кого. И вдруг оказалось, что Надя слегла. Многие отказали. Вот. Виктор пришел ко мне. А мы как бы соседи, друзья по хутору. Вот. Валера, надо свозить три раза в эту самую деревню Калы. Там живет свидетельница. Вот. А где Надя? А Надя в больнице. В Черемушках. Я приезжаю в Черемушке. Ну, а, ему работать надо. Вот. А я что-то в отпуске был, по-моему. Раз я мог три дня подряд возить. Наверное, был в отпуске. Я же с первого дня, как сюда приехал, работал на САЗе. С 84-го. С Носовенским алюминием. Наверное, в отпуске. И я и поехал в Черемушке. Выносят ее медсестры. Они обе держат с двух сторон подмышки. Ноги волочатся за ней. Молодая. Ну, сколько молодая? Ну, лет 35, наверное, было. Цветущая женщина, работящая. Вдруг в таком состоянии. Кое-как запихнули ко мне в девятку, и мы поехали. Приехали к бабушке. Я не... Это последняя надежда была, действительно. У нее были ноги покрыты красными пятнами. Поставили диагноз рожа. На самом деле, просто врачи сказали, мы лечить не можем. И самое смешное, что это они дали адрес целительнице. Черемушкинские врачи, профессиональные врачи, дипломированные врачи дали адрес целительнице. И вот мы приехали. Бабушка встретила нас хорошо. И что мне повезло, она приняла меня за мужа. Потому что на третий день она меня выперла, когда случайно узнала, что я ей никто. Но первые два дня, значит... Вот. Итак. Ноги обернули красной тканью. Дальше она поджигала кусочки ваты, клала их на это самое, на ноги больные, поджигала. И говорила, не это главное, а главное молитва. Шептала молитву. Через три дня она уже была практически здорова. Через неделю ухудшение. Еще дополнительный сеанс, отвез на четвертый. И с тех пор прошло 30 лет. Да, где-то так, наверное. 25-30 лет прошло. В памяти страдаю. И получилось так, что на моих глазах совершено было чудо. Настоящее, стопроцентное. Итак, крайности не берем. Целительство существует. Другое дело, будем с вами отличать целителей. Настоящих от ненастоящих. Продолжение следует...